Добрый вечер всем, чтобы он действительно был добрый. Времена, конечно, такие очень непростые и тяжелые. То, что мы можем сделать с вами, где бы мы ни находились, на какой точке планеты, это приложить духовные усилия с мыслью, чтобы был успех нашим воинам, выздоровление раненым, возвращение пленных. И иногда кажется, что молитвы и духовные усилия, они не помогают. Но лучше не производить эксперименты, что будет, если не молиться. На самом деле, обязательно молитва и хорошее желание, доброе желание, оно всегда очень действенное и помогает. Поэтому я призываю всех настроиться, то, что мы совершаем духовную работу, которая как молитва. Я с вашего разрешения сейчас подниму презентацию, вернусь к ее началу. Мы в прошлый раз с вами говорили о четырех рогах, которые рассеяли сыновей Израиля и рассеют сыновей Израиля на четыре стороны неба. На четыре стороны неба. Понятно, что речь идет в основном о духовных проблемах, не только о физическом изгнании, и не столько даже о физическом изгнании. И мы с вами обратились к книге Даниэля. И посмотрели с вами одну из ее глав. И здесь я хотел обратить ваше внимание, что на сайте, который я веду в память о своей жене, «Люба Бат-Михаэль», и которой я посвящаю ее памяти и возвышению души все уроки. На этом сайте есть подробный комментарий к этим главам. Можете с ними ознакомиться и восполнить то, что, может быть, мы на занятиях что-то я упустил, или что-то мы пробежали очень быстро. Здесь все очень аккуратно расписано. И это предыдущая глава, седьмая глава, которую мы с вами не разбирали. А здесь есть и восьмая глава о видении о баране и козле, которую мы с вами подробно разобрали. И опять же, если что-то упустили, если что-то было непонятно, здесь все очень аккуратно расписано. На самом сайте есть описание всех книг, которые мы женой сделали. Это все, как вы видите, это все книги на первых пророков, плюс их из Киэль и из Харья, тоже при желании вы можете ознакомиться с этим материалом и с другими обширными материалами, которые есть на этом сайте на трех языках. А мы с вами возвращаемся, может быть, к тому, что мы уже говорили, и мы подчеркнем несколько моментов. Это конец третьей главы. «И поднял я глаза свои и увидел, и вот человек, и в его руке шнур для измерения, и сказал я, куда ты идешь, и он сказал мне измерять Иерушалаем, чтобы видеть, какова ширина его и какова длина его». Речь идет о построении Иерушалаема. Прежде всего, о построении его стен. Стены еще не построены. И мы посмотрим сейчас, в каком положении находится народ Израиля и жители Иерушалаема. В этот момент, когда дается пророчество о построении стен, прежде всего можно представить себе, что стены со времен захвата Иерушалаема на выходные царом лежат в развальных, они не могут защитить город. И осаду Иерушалаема и его разрушения мы можем с вами как бы увидеть в раскопках. И пепел горевшего города Давида, который горел тогда же, когда и горел храм, он остался до сегодняшних дней. Его можно увидеть на камнях. И вот в этом разрушенном городе, в котором только-только начала оживать жизнь большим трудом, дается предсказание возведения его стен. Трудно поверить. И вот ангел, говоривший со мной, вышел, а другой ангел вышел ему навстречу. Мы представляем себе, что есть такое правило, что каждый ангел посылается только с одним заданием, с одним пророчеством, а другое он уже не может сказать как бы по ходу дела. Вот такой ангел, он всегда одноплановый, если так можно сказать. И одним из выражений этого момента является то, что он стоит, ангел стоит на одной ноге, он не ходит. У него есть только вот нечто единственное. Он как луч света. И поэтому новое пророчество уже дается другим ангелам. А какое новое пророчество? И сказал он ему, беги, скажи юноше этому, так без крепостей, без крепостной стены жить будет Рушалаем и за множество людей и скота в нем. То есть это два пророчества, два предсказания, которые подчеркиваются, что они два совершенно разных предсказания, потому что даются двумя разными ангелами. И одно предсказание, что стены Рушалаем будут восстанованы, а другое, что Рушалаем будет жить так, что ему не потребуются стены. И когда действительно ты видишь сегодняшний Рушалаем, который затрирается на большую площадь, и старый город только занимает небольшую центро, окруженный стенами, занимает небольшую его часть, ты представляешь, что так или иначе пророчества исполняются. Пусть это занимает много времени. Иногда, может быть, две тысячи лет, но они приходят, эти пророчества, как бы слова приходят и исполняются в действительности. И вот в этом Рушалаеме, разрушенном, в котором еще следы пожара о современной выходной царе, никто не может себе представить. Не только Рушалаем, окруженный стенами живущих в спокойствии, когда враги и разбойники не врываются в любой момент по ночам для того, чтобы грабить, а иногда и убивать. Не то, что такой Рушалаем себе защищенный, никто не может представить, но Рушалаем, который живет без стен, это слова пророка, которые устремлены в будущее. Дают ли они какую-то надежду, затрагивают они сердца людей, которые находятся в тяжелом положении? Трудно сказать, но мы это точно можем с вами видеть исполнение этого пророчества. И дальше говорится, и буду я ему, Слово Бога, стеной огненной вокруг, и для славы его буду посреди него. Всевышний обещает защиту Рушалаему, который стоит без стен, и обещает, что он ему будет огненной стеной. Мудрецы в Талмуде говорят, что как Всевышний разрушил Рушалаем огнем, что огонь врагов это был фактически огонь его гнева, также Всевышний и отстроит Рушалаем огнем. Каким огнем? По всей видимости, огнем духовным. Духовный огонь он не сжигает, так же, как тот огонь, который не сжигал куст, который видел в Маше у горы Синай. Духовный огонь пылает и не сжигает. Наоборот, он приносит и защиту, и благословение. И для славы его буду посреди него. Всевышний обещает, что божественное присутствие будет раскрываться в самом Иерушалаеме, в городе Иерушалаеме. Интересно, что храм здесь несколько, в пророчестве Схарья мы увидим, он несколько отступает на задний план, и некоторые комментаторы говорят о том, что храм больше нужен для народов мира, а вот город Иерушалаем на полной святости, где стоят дома сыновей Израиля, они сами по себе будут для них как храм. То есть, значение храма несколько преуменьшается для сыновей Израиля и увеличивается для всех народов мира, которые приходят Иерушалаем иногда на праздники, но на празднике Суккот, как мы вспомним с вами из пророчества Ехискели и того же Схарья, в конце, в 14 главе, на праздник Суккот все народы обязаны приходить в храм. Это пророчество того, что город будет защищен Всевышним, и он не будет какой-то забытой деревней, которая никому не нужна. Нет, в нем будет слава, и никто не будет посягать на город, потому что в нем будет раскрываться святость. И следующее обращение. «Ой, ой, бегите из страны северной, слово Бога, ибо как четыре стороны неба рассеял я вас, слово Бога». Собирайтесь, четыре стороны неба, как мы с вами говорили, указывает на духовные проблемы. Это не четыре стороны земли, это четыре стороны неба, указывает на духовные проблемы. И как бы пророк знает, что возвращение в цион, становление заново города и страны, оно связано в основном с духовными проблемами, а не с материальными. Мутяльные проблемы, физические проблемы, как бы встать, подняться и прийти. Это все можно преодолеть. Проблема духовная, проблема связь с культурой народов мира, с теми представлениями, которые сыновья Израиля усвоили, когда были в Галуте, и в изгнании, и с тем, что проблема связана с тем, что они забыли, они перестали ощущать святость земли Израиля, перестали ощущать святость храма. И это для многих стало неважным. Только часть людей, у которых по-прежнему горит огонь, огонь стремления к служению Всевышнему, для которых духовная, так или иначе, выше, чем материальная, только они первыми снялись и пошли в Иерушалае с первым разрешением корыша. А ко всем остальным с хорья обращаются ой-ой. Ой, спасайся бегством, цион, обитающий у дочери Бабеля. Обращение очень интересное. И опять же я напоминаю, что оно звучит во все века и звучит во все дни для всех поколений. Бегите из страны северной. Слово Бога. Северная страна, мы представляем с вами, она может быть буквально северной, она может быть любой страной изгнания, потому что север, цафон, это слово связано с цафун, спрятанный, скрытый, там нету, не раскрывается, не раскрывается духовность, не раскрываются потенциалы сыновей Израиля. Все лежит, может быть, в лучшем случае все хранится на будущее. Цафун – страна северная, закрытая, любую страну можно назвать северной. Ой-ой, бегите. То есть пророк, он не говорит, почему бегите. Он не говорит, что завтра там будут 10 казней египетских, они обратятся против сыновей Израиля, на них будут нападать крокодилы, и у них в домах будут лягушки. Нет, или он не говорит о том, что народы мира набросятся на них. Ничего подобного. Просто ой. В этом ой есть столько, столько всего невыразимого. Такая боль от изгнания, такая боль сопереживания тем, кто остаётся в изгнании. Сейчас уже, когда мы говорили, что это эти пророчества, когда уже восстановлен храм или, по крайней мере, находится в процессе восстановления, завершения, это боль за тех, кто остаётся. Ой, слово «вой». Ой, и больше ничего. Ой, спасайся бегством. От кого спасайся? От кого спасайся? Да, от себя самого. Спасайся от своего желания оставаться в изгнании, от своей привязанности к странам Галута, изгнания психологического или материального. Спасайся бегством, вставай и беги. А почему бежать? Можно собраться потихоньку, можно собрать поклажу и постепенно, не спеша отправиться в путь. Можно, конечно, но мы с вами помним раби Зейра, мудреца третьего века, который родился в Бавиле и жил в Бавиле. И вот он решил отправиться в землю Израиля. И он шел не останавливаясь. И даже когда нужно было искать мост, он не стал искать мост, он пошел по какому-то бревну, по которому ходят молодые рабочие. И чуть его, и чуть он не утонул, перебираясь по этому бревну. И когда его кто-то спросил, ну, зачем так торопишься? Он сказал, я иду в землю, в которую не удостоились войти Маше и Аарон. Разве я могу остановиться? То есть мы знаем, есть это понятие, что заповедь нужно исполнять с поспешностью, без резут. Это не должна обязательно быть поспешность как торопливость. Скорее, скорее, сейчас я сделаю. Нет. Поспешность – это желание, это стремление, это направленность к этому действию, это не исполнять это действие, прийти к нему, не отвлекаясь на другие действия. Так же и здесь. Бегством. Беги. Пусть это будет единственным твоим желанием – выбраться оттуда. Цион, обитающий у дочери Бавеля. И опять это слово, которое, как бы, я бы сказал, задевает душу. Даже бы я сказал, оставляет рану в душе. Цион, обитающий у дочери Бавеля. То есть это люди, которые привязаны к циону, это люди, которые не забыли цион, но материальная сторона, она перевешивает. Может быть, это люди, которые несколько и забыли цион, но, естественно, что они не оставили соблюдение заповедей, они продолжают соблюдать заповеди, но считают, что обстановка не позволяет перебраться в Иуду, в Ярушалаем, или нету явного пророчества. Но это люди, которых можно назвать цион, обитающий у дочери Бавеля. Цион, обитающий у дочери Бавеля. Само это выражение, оно тоже, как бы, очень остро задевает. К ним обращается с Харяей и говорит, ну, вы же привязаны к Торе, вы же привязаны к заповедям, вы же в конце концов молитесь, чтобы вернуться в Ярушалаем, вставайте и бегите. И вот так сказал Бог воин, ради славы своей послал он меня к народам, грабящим вас. Я в скобках написал отрицающих вас, шулулим, этхем, может быть, так можно перевести. Предупредите их, ибо прикасающийся к вам касается зеницы ока своего. Ради славы своей послал он меня к вам, вам это говорит пророк, да, я обращаюсь к вам, вот это обращение, это ради славы его, потому что он хочет раскрыть свою славу в Ярушалаеме для вас, для всех народов, и ради этого он меня послал к народам, да, к народам, грабящих вас, прежде всего послал, прежде всего послал к вам. Да, пророк никогда не обращается к народам, потому что это бесполезно, как бы обращается к народам, да, он послал меня к вам, чтобы вы поняли, да, что от вас зависит раскрытие славы, божественной славы в Ярушалаеме, чтобы он был как, чтобы слава Богу была, как огонь вокруг Ярушалаема, и была внутри Ярушалаема, как ощущение божественного присутствия, все это, все это зависит от вас, да, как бы послал меня к народам, грабящим вас, отрицающих вас, я бы сказал, отрицающих вашу, отрицающих вашу избранность, отрицающих ваше, ваше право на Ярушалаем, силой, удерживающей вас в Галуте, или убеждающих вас, и подкупающих вас, чтобы вы оставались в Ярушалаеме, вот, грабящий, я бы даже сказал, здесь не совсем правильный перевод, отрицающих вас, отрицающих вас, вашу избранность, ваше право на землю, да, предупредить их, да, вот, всякий, кто препятствует вашему возвращению, да, с вами понятно, вы только вставайте, да, вы только вставайте, я Бог, я вам помогу, говорит Всевышний через пророка, а те, кто препятствует, если есть какие-то препятствия, то я говорю так, ибо прикасающийся к вам касается зеницы ока своего, всякий, кто будет препятствовать вашему возвращению, он это, он мгновенно, он мгновенно почувствует свой ущерб, он мгновенно почувствует свой ущерб в том плане, что он как человек, который сам себе наносит вред, сам себе делает больно, очень больно, он пальцем своим трогает свой глаз, в этом образе тоже есть еще, что он перестанет что-либо понимать, перестанет что-либо видеть, и его страна, страна этого народа придет к концу, так же, как пришла к концу, пришла к концу Испания, которая, которая изгнала сыновей и сыновей Израиля, и знала сыновей Израиля, отрицая не только их право на землю, но вообще их право на существование, превратив их в скитальцев. Может быть, с этого началась и эпоха возвращения, но этот народ, отрицающий вас, он придет к своему концу тут же, он сам себе сделает вольно, и он перестанет что-либо видеть и перестанет что-либо понимать. Так что, если только вы решите спасаться, если только вы решите спасаться бегством, вас никто не сможет задержать, никто не сможет отрицать ваше право на землю, только вставайтесь и спасайтесь. Все, кто препятствует вам, так или иначе, Прежде всего те, кто отрицают ваше право на землю, они как те, кто сами себе делают больно, сами все перестают что-либо понимать и приходят к своему концу. Ибо так сказал Бог воин, страдя славы своей, послал меня к вам, грабящих вас, отрицающих вас, предупредив тих, ибо прикасающийся к вам, коснется зеницы ока своего. Ибо вот я поднимаю руку свою на них, и станут они добычей рабов своих, и узнаете, что Бог воин спасал меня. Скажем, да, это пророчество, которое последовало за рассказом о том, что есть те силы, которые будут противостоять изгнанию, прежде всего, духовно. И за тем пророчеством, которое перекликается с пророчеством Даниэля, или дополняется пророчеством Даниэля, когда мы видим, что есть силы, которые сражаются друг с другом в мире, и воздействуют на сыновей Израиля, затемняя их понимание, притупляя их связь с Торой, со Всевышним и с землей Израиля. После этого, вот последовало это пророчество, бегите, бегите из страны северной. И в конечном итоге все зависит от вас. И дальше, я проверяю, да, здесь 13-е предложение, мы с вами попадаем в 14-е. Ой, веселись, дочь Сиона, ибо вот прихожу я, и обитать буду среди тебя, слово Бога. Мы помним, что Всевышний сказал через Хагая, я с вами, всем тем, кто вернулся в Ярушалае, все, кто с напряженным усилием строит храм. Теперь он говорит, и обитать буду среди тебя, слово Бога, прихожу я, я еще не пришел, я прихожу. Мы понимаем, что можно представить себе как бы одну и ту же ситуацию по-разному. С одной стороны, Бог пришел, и он с теми, кто строит храм. С другой стороны, я прихожу, чем больше сыновей Израиля, тем будет сильнее раскрываться божественное присутствие для сыновей Израиля, тем более сильные чудеса, явные или неявные, будут происходить. Я напоминаю вам, что такой Равин Гутман, начало середины, может быть, 19 века, он сказал, что если в земле Израиля соберется 600 тысяч евреев, то произойдут чудеса. Он сказал это за, наверное, два десятка лет до образования государства Израиль, и во время войны за независимость на территории Израиля как раз было 600 тысяч евреев, как он и предсказал. Важно это, не важно, я бы даже не стал обсуждать это, как бы истинность такого предсказания, его соответствие действительности, важно только одно. Вот такой великий деятель Сионизма, в общем-то, человек заслуженный, как Минахим Усышкин, ему, может быть, несколько раз вспоминали его высказывание, он сказал, что у народа тем больше неба над головой, чем у него больше земли под ногами. И это красиво, это правильно, и мы понимаем, что если как бы повернуть это в сторону Тора, не просто как красивое высказывание, то мы понимаем, что труд на земле Израиля, все, что есть на земле Израиля материальное, оно раскрывает божественное присутствие, и это как бы создание, так сказать, материальной базы, оно является главным для раскрытия божественного присутствия, как говорит Медраж, что Всевышний сказал, не войду я выше Ирушалаем, прежде чем я не войду в Нижний. Сначала должен быть построен Нижний, и тогда божественное присутствие распространится в Нижнем Узышалаем. Естественно, мы понимаем, что это процесс, что не то, чтобы нету божественного присутствия и так далее, но вот как здесь, с одной стороны я с вами уже, а с другой стороны я прихожу и обитать буду среди тебя, Слово Бога, это то, что можно как бы здесь представить себе, да, и как бы дополняя имена Хемуус Иркиному, я бы сказал так, да, что чем больше евреев на святой земле, тем больше, в шутку говоря, тем больше Бога, да, вот, если говорить серьезно, тем полнее раскрывается божественное присутствие. И приснятся народы многие к Богу в день тот, и станут они для меня народом моим, и обитать буду среди тебя. Схарья предсказывает, что если будет раскрытие божественного присутствия, оно зависит от бегства из северной страны и от усилий, которые будут приложены для построения страны, ирушалаемые храмы, да, вот, если будут эти усилия, будет раскрытие божественного присутствия, то многие народы будут присоединяться ко Всевышнему. Так или иначе, одни придут к храму, другие захотят принять геюр и стать частью еврейского народа, и узнаешь, что Бог воин спасал меня к тебе. Вот, когда ты увидишь эту славу, славу Всевышнего, раскрывающуюся, защищающую, как огненная стена и раскрывающаяся внутри Иерушалаима, вот, тогда ты узнаешь, что Бог послал меня к тебе, говорит Схарья. И мы здесь чувствуем такую, как бы, неуверенность пророка. Мы знаем, что пророк, его личное представление, оно и передается, как бы, через его пророчество. Вот, и здесь мы видим, что такую неуверенность, когда пророк постоянно хочет какого-то, как бы, убедить своих слушателей, Бог меня послал к вам, да, вот, и когда вы увидите это исполнение, не сейчас, когда вы увидите, что всё это исполнится, вы узнаете, что Бог послал меня, Бог послал меня к вам, послал меня к тебе. Да, почему? Потому что, опять же, можно сравнить, можно сравнить вот это состояние Иерушалаима, о котором мы говорили, куда пришли, только куда собрались, где начали приносить жертвы храм, ещё вот, не построен, может быть, когда это даётся пророчество, он уже построен, но всё, всё равно ещё в своём начале, и даже стену Иерушалаима нету, нету стен, да, вот, и, как бы, трудно поверить в то, что говорит Схарья, и он представляет себе это, и, как бы, как бы старается убедить своих слушателей, вот такая нотка здесь проглядывает, да, и возьмёт Бог во владение Иуду, у дел свой на святой земле, и снова изберёт Иерушалаима. Мы говорили, что Иерушалаим, он, может быть, и его святость, и избранность его никуда не пропала. Из Гемары, через книгу Эзра и Нехемия, мы видим, что впоследствии уже, когда пришёл Эзра, когда уже несколько ситуаций устоялось, и были построены стены, и это было великим событием, мы постараемся обо всём поговорить по порядку, то стены Иерушалаима освещали, как торжественная процессия прошла по стенам, освещали и стены Иерушалаима, и сам город. Но говорят в Гемарии, что это не было нужно, святости, что Иерушалаима никуда не делась, никуда не исчезлась. Это было такое действие символическое для того, чтобы привлечь внимание сыновей Израиля, всех, и в том числе тех, кто живёт за пределами земли Израиля. Только для этого нужно было это освещение, когда принесли жертву благодарности Всевышнему, и с хлебами жертвы благодарности прошли по стенам Иерушалаима. Или можно сказать, если быть точным, с одним хлебом один сожгли, с другим прошли по стенам Иерушалаима. С Божьей помощью разберём с вами всю эту символику и освещение стен Иерушалаима. Сейчас хотелось бы, чтобы мы прочувствовали это пророчество, его, так сказать, остроту, несоответствие действительности. Несоответствие действительности, резкое расхождение между предсказанием и действительностью пророки научили нас смотреть в будущее с надеждой, верить в чудеса, в нереальное развитие событий. И в связи с этим можно напомнить, что в Иерушалаиме, в Бененеума, в Большом Зале прошло собрание людей, представителей общественности и членов Кнессета под лозунгом и устребованием, и под лозунгом заселения Азии, всего сектора, включая Хан Юнис, который до сих пор был занят арабами, был арабским городом, но превратился во плот террора с разведлённой сетью, с разведлённой сетью туннелей под ним, и где находилось и, может быть, до сих пор находится командование террористической организации ХАМАС. Было собрание, на котором принимали рабины, серьёзные члены Кнессета и общественные деятели, заселить Азу. Это кажется совершенно нереальным на данный момент, но абсолютно, и с точки зрения политической, когда никто, ни Америка, ни Европа не готовы принять это, когда там находятся беженцы, которых не хочет... Беженцы, сдвинувшиеся со своего места, которых не хочет принять Египет, и ни одна страна арабская не хочет принять, и всё это лежит в развале, и там есть туннели. И вот есть это у евреев, это, скажем, да, вот как говорится в трактате Псахим, если не пророки, то дети пророков. Увидеть будущее. И вот это видение, надежда, она сама помогает построить это будущее. Как говорят в английском, есть self-made prophecy, пророчество, которое само себя осуществляет. Вот так же и здесь. Да, это пророчество пророка, пророк на далёкое будущее, а мы научились из этого мечтать, видеть то, что трудно, достижимо видеть, как реальность, и говорить об этом. И, конечно, средства массовой информации тоже наградили таким титулом, как машехим, машехисты, мессианское движение, всех, кто принимал участие в этом собрании, в этом кенесе. Можно подумать, что, как будто представление о том, что с арабами можно договориться и жить мирно, можно подумать, что это не мессианская идея. Такая же мессианская идея, только ещё менее реальная и несоответствующая ни торе, ни действительности. Так что не надо те, кто идёт за пророчеством, обвинять в мессианстве. Те, кто не идёт за пророчеством, они не идут за торе, они в ещё большей степени обладают нереальным взглядом. Давайте мы для того, чтобы немножко соприкоснуться ещё с этой темой стены Рушалайма, представим себе прежде всего, скажем, то, что мы ещё не сделали, территорию, которую заселили сыновья Израиля, вернувшиеся из Персии, которую, я напоминаю, по старой памяти называли Бавелем. И я напоминаю, что Корыш не говорил только о заселении Рушалайма. Мы видим, что сразу же начали селиться по везде, где только было можно. В основном, как бы, возможность расселения была ограничена тем, что на юге, на юге, здесь мы видим с вами большие области, занял Идум, Идумеи, их потеснили на Батеи, с их земель в горах Идума, и они начали двигаться на юг и представляли собой большую проблему в период всего второго храма, до тех пор, пока Ихунан, первосвященник, не завоевал их. Ну и дальше они также оставались проблемой. Мы видим, что они и заняли и Хеврон, а та территория, на которой удалось заселить, более-менее удерживать, так сказать, под своим контролем, хоть как-то она была где-то от Ерехо на севере и до Энгеди на юге. Проблему на юге мы обсудили. Естественно, что проблему продолжали представлять филистимлянины, с которыми не было сил на тот момент справиться или даже теснить их. А вот на севере, на севере мы видим здесь написано Шамрон, на иврите, надо было бы написать Шамроним. Здесь поселились люди, которых стали называть Шамроним. Об их происхождении мы немножко поговорим, потому что и правочица Скворяя, дальнейшая третья глава и последующие моменты во многом связаны с отношением с ними. Можно представить себе, что здесь жили не только Шамроним, здесь жили, на севере жили те, кто попытались вернуться в свои города, десять колен и заселять их. Нам трудно говорить об этом, потому что у нас нету точных сведений о том, что происходило за пределами вот этого треугольника, так сказать, или четырехугольника. Но отголоски того, что там было население во враждебной среде, среднейшим раним, и отголоски этого у нас есть в книге Езры и Нехемии. Давайте посмотрим несколько еще строк, которые нам помогут прояснить ситуацию вот этого пророчества о возведении стен и у Иерушалаями, которые будут жить без стен. И наступил седьмой месяц, а сыны Израиля были в городах, и собрался Иерушалаем весь народ, как один человек. Здесь речь идет о немножко более ранней ситуации, о том, когда только-только пришли в землю Израиля, вот этот караван из 42 тысяч плюс во главе с Зарубавелем и первосвященником Яшуа. Они разошлись по своим местам, а потом наступил седьмой месяц. Видимо, у нас нет сведений о том, когда они вышли, но, скорее всего, вышли ранней весною. Дорога, путь вдоль реки Прат, а потом на юг заняло несколько месяцев, и вот к седьмому месяцу они все пришли, наверное, уже были какое-то время на своих местах небольшое, к седьмому времени, к седьмому месяцу пришли все в Иерушалаем. И наступил седьмой месяц, а сыны Израиля были в городах, и собрался в Иерушалаем, и весь народ, как один человек. Я напоминаю, что речь идет об исходе, состоявшемся примерно 370 год до этой эры, если быть точнее, 368 год до этой эры. И поднялся Яшуа бен Юсадок, и братья его священники, и Зарубавель бен Шилтельна, и построили они жертвенник Богу Израиля. Прежде всего построили жертвенник Богу Израиля, потому что среди них были пророки, как мы с вами сказали, Хагай, Малахи и Исхарья, которые указали им, как говорится в трактате Звахим, указали им на возможность построить жертвенник до того, как возведен храм. И указали место жертвенника, пророки указали место жертвенника, то единственное место, на котором могут приноситься жертвы, то место, на котором Авраам положил на жертвенника Ицхака, а до него там построил жертвенник Нох, а еще до него там построил жертвенник Адам. И вот только на этом месте могут приноситься жертвы. Но после того, как был возведен храм, неважно, то, что он был уже разрушен, и сейчас разрушен, только одно и то единственное место, где могут пригласиться жертвы. На это указали пророки, и на это указали на то, что жертву можно приносить до возведения храма. Но, с другой стороны, зачем было торопиться? Может быть, нужно было начать приносить жертву уже, когда будет восстановлено здание храма. Тем более, мы знаем, что первое его восстановление начальное не заняло много времени. Здесь есть причина. И установили жертвенник на месте его, ибо были они в страхе перед народами других стран. И возносили на нем всесожжение Богу, жертву всесожжения по утрам и вечерам. Вот этот страх перед народами, он и для того, чтобы как бы жертвоприношение защитили. И потому что есть какая-то боязнь, а вдруг вот они совершили исход и вообще не успеют, и не смогут принести жертву, потому что со всех сторон угрозы. Со всех сторон угрозы сразу. Почему? Всегда, значит, становление какого-то нового, так сказать, нового народа, оно вызывает опасения окружающих народов, оно вызывает зависть. Сыновья Израиля пришли с большими богатствами, как мы увидим с вами в дальнейшем, которые пожертвовали им свои братья. Не очень-то расщедрился сам Кир, Корыш, а вот братья их наделили большими богатствами. И зависть к их богатствам и к тому, что они такие сплоченные, начинается восстановление Иерушалайма, она вспыхнула сразу, моментально. И говорится, что первый праздник, который был с вознесением жертв, это был Суккот, а затем начали приносить постоянные всесожжения, постоянную жертву и во все праздники. Мы можем представить себе с вами эту обстановку, которая была в Иерушалайме по картине Махон Мегдаш Рафриэля. Напоминаю, что подавляющее большинство работ выполнил смехов человек, еврей, очень интересной судьбы, известный художник с интереснейшими работами, кроме того, что он сделал для Рафриэля. И всегда хочется подчеркнуть тот вклад в духовный уровень, в развитие духовности, в мечту, так сказать, Израиля, тот вклад, который вложили русскоговорящие евреи. Никто, кроме русскоговорящих евреев, которые обладают такой классической техникой, не мог бы помочь раб Рафриэлю и Исраэлю. Здесь оставшееся небольшое время. Давайте развертка этой идеи, которая есть дальше в книге Нихемии. И было, когда услышал Сымбалат и Товья, и Арави, и Амонтияне, и Аждотцы, то есть все те окружающие народы, которые мы можем представить себе, остатки ОМОНа, просто остатки народа ОМОНа, и Арави, те, кто живут на Синайском полуострове, и Аждот, это Плештим, так сказать, да, вот, они услышали, что началось восстановление стен Иерушалаймы. Их стены Иерушалаймы волнуют, да, вот эта попытка восстановить стены, которая пока не видна, что она, как бы, может вынчаться успехом, что начали закрывать проломы. Их это очень рассердило. И сговорились они все вместе идти воевать с Иерушалаймом, да, а ему, народу, создать препятствия. Вот, да, я здесь немножко забежал, забежал немножко вперед, да, это период Нахемии, когда он приходит, он начинает восстанавливать стены, стены, да, и вот здесь мне хотелось передать вот это ощущение, которое было в начале восстановления стен, в начале, в общем-то, на протяжении долгого времени, и поставил я ниже места, место стройки за стеной на сухих местах, поставил я народ с семьями, с мечами их, копьями их и луками их, и помощникам, и остальному народу. То есть Нахемия выставляет охрану для того, чтобы строить стены. И было с того дня, и было с того дня, половина моих юношей выполняет работу, а половина держит копья, да, вот, и это та обстановка, которая возникла уже намного позже, да, уже при правлении, при правлении Дария, при приходе Нахемии, да, что враги не успокаиваются. Так, да, вот теперь, теперь. Вот тут немножко надо было бы эссе нефимии, может быть, позже, да, а здесь, вот, продолжая то, что мы сказали, что восстановили жертвенник, и начали восстановливать жертвы, и вот позже как-то, каким-то образом, как говорят, худо-бедно привели в порядок храм, поставили камни на камни, да, и пели они славу и благословение Богу, ибо добр он, ибо навеки милость его над Израилем. А весь народ громко и радостно кричал во славу Бога за основание дома Бога, да, это то, что мы с вами читали, что жертвенник заложили сразу, сразу начали приносить жертвы, а потом начали восстанавливать храм, и вот как-то появились его, так сказать, очертания, контуры, вот, и появилась надежда, что служение будет, и служение будет и в храме. А многие ковены и левиты, и главы семей старики, и те, кто, которые видели первый храм, плакали во весь голос, когда закладывали на их глазах этот храм. И речь идет, видите, еще только о закладке. Трудно сказать, на каком этапе вот это, скажем, да, собрание после возведения жертвенника, когда начинают работать над храмом, но в любом случае они видят уже вот этот храм, который начинает восстанавливаться, как-то можно видеть его контуры, да, вот, и многие ковены и левиты, и главы семейства, они плачут, да, плачут, потому что они видели первый храм. Вот, а многие восклицали, крича во весь голос, это те, кто родился в Бавиле, или, может быть, это дети тех же самых, кто плачет, да, и не мог народ отличить голос радостного клика от голоса плача народного, ибо очень громко кричали люди, и далеко разносился голос, и мы дальше увидим, кто услышал этот голос, да, можно заранее сказать, враги услышали этот голос, но это немножко позже, а сейчас мы можем представить себе с вами, что это за ковены и левиты, да, что это главы семей, старики, да, те, которые видели храм, кто это? Мы с вами говорили, что очень многие из тех, кто был пригнан, так сказать, вторая волна уже после разрушения храма, над кем жесточайшим образом издевался новоходный цар, те левиты, от которых он требовал петь песни храма, а они забросили свои арфы и кеноры на ветви ив, и сломали свои пальцы, и некоторые порвали себе голосовые связки, только чтобы не петь песни Бога на чужой земле, это эти левиты, они вернулись, они видят храм, они где-то, может быть, по дороге надеялись на восстановление былого величия, и вот они видят, что они все еще под властью персов окружены врагами, и они не дают восстановить то, скажем, тот божественный дух, то божественное присутствие, ту красоту храма, за которую они, в общем-то, пожертвовали своей жизнью, а они видят, что из всего вырастает только очень немного, то, что они даже не готовы это принять. Когены, да, что за когены, да, среди вернувшихся когенов, когены и левиты начали возвращаться все, почти из Бавеля, по крайней мере, очень многие, но среди когенов также есть и те когены, которые служили в храме в тот момент, когда Новохудный царь захватил храм, они видели его горящим. Часть из них, большая часть из них, я не хочу сказать большая, но значительная часть из них сгорела в пожаре храма, потому что они не хотели прекратить служение, и мы с вами увидим, что когда, я постараюсь вам показать, что когда восстанавливались семейства когенов и определялось для них время службы и задачи их при служении в храме, то есть восстанавливались в порядке в пожаре, то отсутствовало семейство Егораф, отсутствовало семейство когенов Егораф, одной из семейств, которая была в храме, именно это семейство, оно служило в тот момент, и вот и была его смена, когда горел храм, и многие-многие из них сгорели в храме. Вот сейчас остатки, как бы, да, те, кто остались, они приходят, и такое смешанное чувство, да, с одной стороны восстанавливается, возрождается храм, но с другой стороны, разве на это не рассчитывали, разве на это они надеялись и полагались на пророчество Еремиягу, что через 70 лет падет Бавель и будет исход из Бавеля, совсем-совсем не такую картину они ожидали увидеть, скорее, то, о чем говорил пророк Ешаягу, как выровняются горы и возвысятся долины, и будет прямой путь до Иерушалаима, то есть возвращение полное чудес. А здесь, когда вот впереди глазами открылась такая картина, они плачут, обливаются слезами. Ну, и вот, опять же, картина Смехова, которая подходит к этому моменту или нет, она скорее такая общая, она скорее больше для нашего времени подходит, да, вот можно представить себя блуждающим, там на храмовой горе, среди развалин храма, вот, и там встреча такая, вот, поколений молодого и молодого и старшего, да. Вот, здесь немножко наоборот, здесь старшее поколение убеждает молодое, что есть надежда. Но несколько наоборот, чем вот в этом рассказе, который мы с вами, в этом рассказе, который мы прочитали из книги на фильме. Давайте мы здесь остановимся. Я, как всегда, запланировал еще очень-очень много, и нам, не знаю, давайте сделаем, по крайней мере, шаг, да, вот, мы сделаем шаг к следующему пророчеству, да, и он показал мне Иоашуа, вот, нам придется вернуться к самаритянам, я не говорю о них подробно, потому что нас, как бы, тех заставили вернуться к ним, и показал мне Иоашуа, священника великого, стоящего перед ангелом Бога, и сатана, и сатана, стоящего справа от него, чтобы обвинять его, и сказал Бог сатане, разгневается Бог на тебя, сатан разгневается на тебя, Бог избравший Рушалаем, веден головня, спасенный из огня, а Иоашуа был одет в испачканной одежде и стоял перед ангелом, да, вот, все это требует рассмотрения, и речь идет о первосвященнике Иоашуа Бен-Янцадок, который пришел вместе с Зарубавелем, и был его правой рукой, а, может быть, Зарубавель был его правой рукой, и они оба помогали друг другу, и он здесь назван головешкой, спасенной из огня, потому что он был внуком перед священника Срая, который был казнен Невыхудницаром среди важных людей, захваченных во время захвата Рушалаема Срая, привели к Невыхудницару в Рибле, и там он жесточайшим образом расправился со знатными людьми, из Срая. Иоашуа находился в момент пожара в храме, и чудом спасся, как немногие из семейства Юарав, 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 да, спасся и Иоашуа, и поэтому Всевышний называет его через пророка головня, спасенная из огня. Но эти слова, они относятся не только к самому Иоашуа, они относятся ко всем изгнанникам, и они относятся также и к нам, возвращающиеся из Бавеля, народ, возвращающийся из Бавеля, он похож на головню, головешку, обгоревшую в пожаре, и с трудом, как бы, с трудом какую-то балку от храма, с трудом спасенную из пожара, которую нельзя, глядя на которую, даже нельзя представить себе, не то что храм, нельзя представить, даже те материалы строительные, те элементы храма, из которых он состоял, обгоревшая головня, не годится для постройки, не годится для постройки нового здания. И если что-то новое будет построено, если вот из этого материала, из обгоревших балок, будет построен, так сказать, новый народ, будет построен новый храм, то это только благодаря чуду Всевышнего. Весь народ, и в том числе и мы с вами, вернувшись из изгнания, мы видим, мы выглядим, как головешка, обгоревшая, которую невозможно ни на что использовать, ни на что применить. нам иногда кажется, что возвращение из Галута, оно уже все решает. И действительно, это очень много, это огромный шаг. Но вот как становится понятно, особенно, может быть, особенно в последнее время, что для того, чтобы стать народом, для того, чтобы стать, построить страну, построить общество, для того, чтобы просто выжить, для того, чтобы потом подойти к строительству храма, необходимо еще очень многое передумать и очень, очень многое понять, очиститься от того влияния Галута, изгнания, о котором мы с вами говорили, которое похоже то на диких животных, то оно похоже на домашних животных, но такого, какого-то звериного склада. Вот от этого влияния, от всего этого надо очиститься, избавиться, да, и постоянно, как бы, постоянно стоит сатан. Сатан, мы знаем, что это образ, это не, в иудаизме нету такой отдельной силы, самостоятельной, это ангел Всевышнего, которым он полностью управляет, и я бы даже сказал, это абсолютно верно, да, что все ангелы, они существуют только в видении пророков, так сказать, существуют. Это, грубо говоря, это кино, которое показывается пророку для того, чтобы он понял происходящие процессы. А происходящие процессы есть сатан, есть очень много у нас внутренней испорченности, есть очень много недостатков, которые вот мы вытащили и принесли из изгнания. прежде всего об этом речь, когда мы вот как головешка обгоревшая, да, вот, и, да, и с этой стороны как бы идет обвинение, да, и не то, что обвинение, так сказать, идет спотыкание, препятствие, все наши, невозможность двигаться дальше, да, и только Всевышний, если он нам поможет от этого избавиться, если он прикрикнет на этого сатана, на эти наши все недостатки, которые мы вынесли из Галута, то, что нам не дает двигаться вперед, если он прикрикнет на это, если он из обгоревшей головни сделает, по крайней мере, строительный материал, из которого можно построить народ, страну и храм, тогда что-то может получиться, а так положение очень и очень и очень тяжелое, и опять же, что говорить обо всех остальных, если Иошуа, священник, величайший праведник выглядит таким образом. Мы потом посмотрим конкретные претензии, которые к нему предъявлялись, да, вот, но в любом случае, в любом случае, это не только образ Иошуа, это образ его народа, вернувшегося из Бавеля. Здесь я останавливаюсь, пожалуйста, если есть вопросы, мы можем пытаться обсудить с вами, мне как всегда обидно, что мы не сделали еще несколько шагов, где очень интересный материал, пророческие образы, но оставим это на следующий раз. Вот я останавливаю Шиер, я вижу всех вас, и пожалуйста, все принимается, вопросы, реплики, возражения, только, пожалуйста, не молчите. Вот я хочу вернуться к этому моменту, так сказать, вернее, к этому сравнению, что прикасающийся к вам как бы прикасается к своему, к зеницу своего ока. В вашем вызданной вами книге с Харьей, с моей точки зрения, совершенно справедливо написано, что возможно также и трактовка, что это сравнение с оком Всевышнего. Да, да. Вот. И мне кажется, что это сравнение гораздо ярче, потому что человек может своему оку касаться вполне нежно, и в общем никакой проблемы нет. Я там, скажем, капаю капли глазные, и в общем ничем себе никакого вреда, надеюсь, не приношу этим. А коснуться ока Всевышнего – Совершенно верно. Совершенно верно. Да, вы совершенно правы. Совершенно правы. Я, в общем-то, тоже за это прочтение, как первое прочтение, то, что я привел это второе прочтение, я с вами согласен. Вот. И в этом плане нужно сказать, подчеркнул ли я это в книге или нет, но нужно сказать, что это указывает на то Всевышний в таком плане. Если это считать оком Всевышнего, тогда комментарий такой, да, Всевышний говорит, у меня не будет никакого терпения по отношению к ним, я не проявлю никакого терпения по отношению к ним, да, если кто-то тебе тычет пальцем и прямо в тебя и попадает тебе в глаз, то, конечно, никакого терпения здесь быть не может, ты вот сразу отбрасываешь его руку, даешь ему сдачу, и в этом плане Всевышний говорит, что всякий, кто отрицает вас, всякий, кто не дает вам, кто не дает вам вернуться, да, у меня не будет никакого терпения по отношению к ним. И это очень хорошо, что вы сказали и вот очень хорошо, да, то, что мне хотелось пойти по более легкому пути, но вы правильно сказали, это более яркий комментарий, да, более такой, как бы, который надо поставить на первое место, совершенно верно, да. Есть что-то еще? Вот, у меня есть вопрос, если можно. Да, пожалуйста. Вот, почему мы считаем, что пророчество, например, вот это с Хари, оно относится и к нам, а не только к тому, что он как бы непосредственно к построению второго храма. И это общее правило, которое приводится, если я не ошибаюсь, Баба Батра, я могу сейчас ошибиться, но мне кажется, какое правило, что в Израиле были миллионы пророков, то пророчество это было явление, у пророков были ученики, которые сами обладали пророческим даром, записано 48 пророков, которые имеют отношение на все времена, на все времена. Поэтому мы как бы заранее соприкасаясь с текстом, ты всегда пытаешься увидеть то, что относится именно к нам, они на все времена. Это наш спор также, ну, как спор, как бы, да, христиане утверждают, это их основополагающее как бы такое положение, что пророчества закончились во втором храме, в начале второго храма, и они имеют отношение только к изгнанию в Бавиле, да, и они приводят разные посылки, которые связаны просто с неумением читать на иврите, и это для них принципиально, потому что, скажем, да, все предсказания в кончающейся к возвращении, все предсказания они относят максимум к возвращению из Бавилона, из Бавиля, это позволяет им говорить о том, что будущего возвращения народа не будет, да, а мы видим, что это не так, да, как бы своими глазами, что, видимо, не так, мы никогда это так не понимали, что у пророчества есть ограниченное время действия, пророчество – это глобальная посылка, да, так же, как Тора – это глобальная посылка, которая не имеет ограничений во времени, так и пророчество – это глобальная посылка, которая не имеет ограничений во времени. Все пророки, которые помогали людям, которые были учителями, которые несли какую-то духовность на роде, но не не стали учителями на все времена, их пророчества не были записаны. большое спасибо спасибо за вопрос есть что-то что еще хочется сказать народ есть еще вопросы так что народ думает хорошо не надо конечно несколько обидно представлять себя обгоревшей головешкой которая ни на что не нужна но мы поищем с вами что-то более обнадежище мы знаем что у пророчества есть разные стороны как бы может быть в нас можно увидеть какую-то сильную сторону вот это мы с вами поищем но представлять себе что мы вернулись из изгнания обгоревшими а не целыми это необходимо совершать просто необходимо а позитивно головешка может быть это по-русски головешка действительно звучит плохо гехалим все-таки она ты хочешь сказать что она еще горит по-моему это жаровни это жаровни нет ну например горящий уголь так не сказать но действительно головешка это что-то совсем это как бы понятно отрицательно но все-таки на явлите гехалим тут не гехалим тут уд действительно если можно шне удим буарим да 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 шне удим шне удим буарим ну да уд это тоже уд уд мицальный эш это в общем другие образы головешка по-русски действительно это что-то вообще фигня какая если это другое хорошо мне очень понравилось опять вот то что про возвращение в землю Израиль и что вы сказали что чем больше нас будет тем больше будет открытие Всевышнего очень произвело впечатление спасибо я с этим обращаюсь постоянно особенно когда есть аудитория которая там в Америке я постоянно обращаюсь с ним но большей частью это странно странно но большей частью люди либо не принимают либо просто смеются вот последнее время особенно смеются над идеей переезда в Израиль вызывает некоторую насмешку и мне конечно это очень очень странно очень странно я пытаюсь всегда напомнить что если они не хотят совсем то как-нибудь обойдется без них они приезжают не только для Израиля они приезжают и для себя вот и можно думать о материальном благе и так далее но в конечном итоге для человека самое большое благо это осмысленность жизни это быть участником какого-то великого процесса в этом смысле его в этом его смысл жизни да и в этом его так сказать вклад в вечность Израиля да вечность Израиля и вот и поэтому то что это остается непонятым всегда очень-очень как-то удивляет вот она вот тот то бывает на моих уроках в Махон-Мире может быть в других местах он знает что я все уроки всегда заканчиваю вопросом какие выводы да если кто-то не успевает сказать тогда говорю я что вывод один да о чем бы вы ни говорили ехать надо вот это как бы вывод из всех наших уроков хорошо спасибо я посмотрел не головешка действительно от меня не головешка плохо а вот уголек например уже лучше да но это не уголек это какое-то полено которое горит ты понимаешь которое вытащили из пожара уголек было еще ничего да полено бревно это не то да да здесь такая картина да уголек я бы согласился горящий уголек надежда но здесь именно головешка которая была частью храма частью храма строительным материалом элементом храма его там горело куда ты теперь денешь да окей хорошо ладно спасибо Равзиев спасибо 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 вам спасибо за участие призываю посмотрите пожалуйста на сайте то что я постарался изложить в отношении книги Даниэля вот и дальше мы с вами постараемся постепенно раскрыть все стороны пророчества и навести порядок в хронологии всего самого-самого доброго спасибо большое спасибо 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 Продолжение следует...